Дешёвые китайские подделки продолжают вредить американским компаниям, специализирующимся на розничной торговле. Это вызвано слабым таможенным контролем и низкими штрафами для нарушителей. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития, общая стоимость поддельных товаров в период с 2001 по 2007 год удвоилась и составляет 250 миллиардов долларов ежегодно. Эксперт Ричард Халверсон из Американского национального координационного центра по защите интеллектуальной собственности считает, что интернет только усугубил проблему. «Последние 10 лет мы увидели, что зарубежным производителям стало легче осуществлять прямое продвижение и продажа своих товаров в США, тогда как 10-15 лет назад до развития интернета вам пришлось бы идти на местный блошиный рынок, в местный комиссионный магазин или ехать в то место, где продаётся контрафактная продукция, идти в магазин и физически её покупать». Вопрос в том, сколько потребители могут сэкономить на брендовой продукции. Имитацию сумки Louis Vuitton, стоящей обычно 1600 долларов, в интернете можно найти в 10 раз дешевле. Но огромные прибыли китайских контрафакторов означают снижение чистой прибыли легальных производителей в США. Международная коалиция по борьбе с контрафактной продукцией утверждает, что общая стоимость поддельных товаров американских компаний каждый год составляет 250 миллиардов долларов. Хотя китайские власти расширили программы по борьбе с контрафактной продукцией, к ответственности было привлечено очень немного компаний. «На таможне проверяют примерно 3% товаров. Это значит, что большая часть не проверяется. Это приводит к тому, что многие товары покидают страну и вывозятся за границу. Таможенный штраф не очень высок, поэтому он не сильно влияет на затраты по экспорту продукции». Среди недавних мер властей КНР по ограничению подделок – кампания по борьбе с пиратством, организованная в октябре. Она направлена на отслеживание поддельных компьютерных программ, игр, литературы и фильмов. Продолжение следует...